Полоскутовая Перебой солнечного света Береги бы с нашей стороны Мне неинтересно знать ответ Если это ты, то это ты По ночной воде И скучающей подземке Время без конца Без начала и пути От шальных идей Появляются оттенки Третьего лица Нескончаемый ремонт дороги Поезда ушли, отложен рейс Красным светофором на пороге Лучше оно, конечно, здесь К черту ваш покой и осторожность Если ты родился, надо жить И всегда находится возможность Навигатор перепроложить По ночной воде И скучающей подземке Время без конца Без начала и пути От шальных идей Появляются оттенки Третьего лица На перегонки с годами скачем Раскидав вокруг былую прыть И приклад уже не бьет от дачи Навигатор перепроложить И покуда время не калечит Все, что есть святого Выдыхай Хочешь удивить, да только нечем Прислонись ко мне и отплывай По ночной воде И скучающей подземке Время без конца Без начала и пути От шальных идей Появляются оттенки Третьего лица Здравствуй, родной! Здравствуй! Ну, я не случайно поприветствовал тебя Вот так вот, ну, по-доброму, по-родному Потому что сегодня на концертнике Пендинский музыкант Олег Беспальто Ну, не какая-то заезжая столичная знаменитость Потому что Новый год принято встречать с родными Все правильно Как ты любишь встречать Новый год? Я последнее время встречаю непосредственно в кругу семьи Последние два года Моя жена, мой сын Все близкие То есть вот этот шум Медведи мои там какие-то плюшевые Ничего лишнего Ну и вы садитесь в кружок Конечно, мы садимся в кружок Обсуждаем, будет ли в этом году под шубой Или не будет Это единственное, в чем наши споры могут вообще возникнуть Оливье? Оливье Жеру Хороший футболист Нет, только шуба Только хардкор, только шуба Ну, еще вот в преддверии Нового года Принято подводить итоги года уходящего Олег Да 2017-й, чао-какао Да-да-да Что произошло? 2017-й год, год перемен Ну, для меня лично И я думаю, для людей, которые рядом со мной Мне кажется, для творческих людей каждый год, год перемен Ну, само собой Нет, но я скажу, что последние 10 лет Вот где-то там до 15-го года Было примерно ровно Да Концерты, гастроли Такие Среднего формата Потом это все закончилось Был перерыв в отношениях С музыкой И сейчас просто началось что-то новое и грандиозное И я понимаю, что это шаги именно туда, куда нужно было их сделать давным-давно Но я бы их не сделал давным-давно Не будь тех шагов Скажем так Все было не зря То есть 2017-й год перемен? Да Прямо, как говорил Виктор Цой А давай-ка вот, ну, планы тоже принято в преддверии Нового года строить на 2018? 2018-й Самый главный план Это июль месяц Выступление на фестивале нашествия А зачем? Это незакрытый гештальт детства Скажем так Ну, то есть, все мы родом из детства Все-таки нашествие нужно попасть не в качестве зрителя, а в качестве исполнителя Конечно, в качестве зрителя я там не был еще ни разу Ну, и в качестве музыканта пока тоже И, наверное, слава богу Потому что все-таки ты семьянином стал Таким вот, ну, я сейчас про Новый год, про встречу услышал Домочадцам А нашествие это грязь по колено Да, да Это толпа народа Это, ну, минимальные цивилизованные условия Но, тем не менее, огромное количество музыки Все верно А на какой сцене хочешь выступить? На какой хочу? Да Мечтать, давай, загадывайте Желание Хочу выступить на главной сцене А кто бы тебя разогревал? Ну, я думаю, было бы неплохо, если бы Сукачев А ты хедлайнер? Ну, а я следом Вот в песне «Навигатор» прозвучала фраза про март А что будет в марте 2018? В марте 2018 будет оттепель Не хрущевская, а оттепель в душах людей, мне кажется, произойдет Ну, знаете, человек, как вот живет, не от мира сегодня, действительно Он про июль знает, про нашествие Что тут каждый год в июле нашествие А что в марте 2018 в глобальном смысле, он не знает Ну, выборы, конечно Ай! То есть не подловило тебя, да? Нет, нет, нет Каждый будет делать свой выбор Ты его сделал уже? Да, мой выбор сделан Я больше не интересуюсь политикой Кто или что для тебя «Навигатор»? «Навигатор» — это мой внутренний В человеке живет внутренний ребенок Внутренний взрослый и внутренний родитель Вот мой «Навигатор» — это мой внутренний ребенок Который идет с позволения внутреннего родителя Под присмотром моего внутреннего взрослого И дергает «Пап, пап!» Они находят общий язык И в этой гармонии они идут вместе Движком является мой внутренний ребенок А тыловой частью, как бы, хозообеспечением, да? Занимаются двое остальных А как взрослый внутри тебя и ребенок там же, который находится Они нашли между собой общий язык? Ну, благодаря чему? Они долго к этому шли Были круглые столы И всевозможные переговоры на Эльбе И где только их не было Встречу, я имею в виду, да? Ну, они пришли Эксцессы какие-то были? Драки там? Да, да, конечно Очень часто мой внутренний ребенок говорил Топал ногами и кричал «Не хочу! Хочу вот так!» А ему говорили «А вот так?» Ну, это по меньшей мере глупо Потому что мы такое проходили Про внутреннего взрослого хотелось бы поговорить более подробно Вот когда мне тебе представляли Говорили Ну, вот музыкант есть Олег Михайлович Беспальто Я такой Фига себе Олег Михайлович Беспальто А сколько вот времени ты живешь Ну, как Олег Как Олег Михайлович Где-то около 15 лет Плюс-минус год Я просто точно не помню Ну, с 3-го, 2-го года Вот так, в 2000 А что за история? Когда я сидел и выбирал Чем мне заняться? Музыкой? Драматургией? Или изобретательным искусством каким-то? Да, вот если бы я стал изобретателем Я бы взял себе псевдоним Велосипедов Да, это был бы изобретатель Велосипедов Вот драматургией я как раз хотел взять себе без пальто Потому что это так вот как-то по-театральному А занялся музыкой и взял из драматургии Ну, так чуть-чуть Лайфхак Самого себя Что случилось с Бухарином Блюз? Только не надо отвечать, как Владимир Путин Она утонула Ну, что случилось с Бухарином Блюзом? Бухарин Блюз изжил себя, как музыкальный проект Ойли Ну, серьезно Во-первых, мне стало неинтересно делать то, что мы делаем А человек должен быть, прежде всего, счастлив сам Чтобы дарить счастье Ты говоришь только за себя За твоей спиной стоял целый коллектив Ну, понятно Но мой коллектив устраивало то На каком уровне мы находились на тот момент Меня нет В любом случае Я понимаю, что коллектив И мы в ответе за тех, кого приучили Но если я буду несчастливым плотником То у нас будут получаться плохие табуретки И, соответственно, кто пошел со мной дальше, тот пошел В итоге никто В итоге никто Хорошая фраза Любовная лодка разбилась о быт? Но честно Честно Быт Быт, быт, быт Кто был инициатором развода? Я Я первый отнес заявление В ЗАГС Вот И Понял, что это не принесет счастья ни мне, ни окружающим Следишь за судьбой своих бывших музыкантов? Ну, мы общаемся, естественно Мы все остались в хороших отношениях Мы все взрослые люди Воспитанные И все Михайловичи Ну, там не все, но были Мы посылаем друг другу подарки На Новый год На Пасху Давно ты вообще Дед Морозом был? Я был Дед Морозом ни разу я не был Я был Такая должность была папуаса В какой-то, значит, постановке Это было лет 13 назад Но при Дед Морозе Как бы я был таким персонажем сказочным Который тоже одаривал Можно считать вообще новогодним подарком самому себе То, что появляется новый коллектив? Да, конечно Это самый главный подарок В соцсетях Я в Телеграме читаю Бит Боинг Да? Да Я читаю Слежу Внимательно Многое нравится Особенно тексты Они вкусные Как ты описываешь процесс Деторождения этого коллектива Даже зачатия Появления на свет Смерти даже отчасти Потом перерождение И вновь Как сейчас чувствует себя Бит Боинг? Сейчас более-менее все устаканилось, скажем так Сколько музыкантов прошло уже через горнила Несуществующего теоретически коллектива? Теоретически несуществующего прошло Ну, отсеялось трое На данном этапе Как бы нет, тоже все разводы по любви Небольшие нюансы Смотрят зрители и думают Какой капризный Ни в коем случае Ну, ребята Ну, если я буду печь хлеб Да? И, грубо говоря, мне будут Привозить там хорошую муку Да? И я буду там из нее выпекать И выдавать что-то прекрасное А один из ингредиентов Будет мне постоянно говорить Да нет, давай подешевле что-нибудь Туда бахнем Да? И у нас будет плохой хлеб Ай-яй-яй-яй Я не про людей Нет, здесь в другом Тут понимаешь, что Мы все собираемся и делаем продукт Да? Вот Это тот же хлеб Мы выпекаем тот же хлеб И если человек смотрит в другую сторону Да? Он говорит Я не хочу печь хлеб Я хочу батон нарезной А у нас специализация по хлебу Да, ну блин, ну дружище, тогда давай ты будешь печь батон нарезной где-то отдельно А мы будем печь хлеб Ты диктатор как художественный руководитель? Я... со мной можно договориться Мне нужны веские доводы и я могу сдаться Давай, давай, давай Испечем не хлеб, а музыку посредством нот Сколько материала уже у тебя написано нового? Материала очень много Сделано его еще не так много Еще вздохни сейчас так Материала очень много Очень много Это... Ну надо радоваться этому Это... нет, я вздохнул по-другому Я наслаждаюсь моментом Давай, давай Хлеб Подзабитые кварталы Месяца на три все встало Если только мало не бывало То давай сначала Между пальцев вянут листья И в окон последний втеснусь больше Каждый хочет больше Чем у прочих Не рассматривай систему Замирают галогены Впрочем Каждый хочет Все последние аспекты Убежал из сетки в секту Тридцать пятые конспекты На банкнотах следы смекты Рождество сменяет Крисмос И в окон последний втеснусь больше Каждый хочет Больше Чем у прочих Не рассматривай систему Замирают галогены Впрочем Каждый хочет Если спать летают птицы Старшей козыри Будем крыться Нечитаемые лица Это не твои страницы Между нами тают льдины Я живой и невредимый Болеже Каждый хочет Больше Чем у прочих Не рассматривай систему Замирают галогены Впрочем Каждый хочет Я прекрасно понимаю, что за подобные вопросы в приличном обществе журналистов Бьют по лицу Но тем не менее Почему Бит Боинг Почему Не Ил Не Як Не Ан Импортозамещение В конце концов Я тебе скажу, что Здесь прежде всего фонетика Как Что-то новое Развивающееся Сейчас это Биткоин Да Здесь Бит Боинг Боже мой И с музыкантом об этом Ну Ну и соответственно Бит и Боинг это состояние полета Это взлет Это цели определенные Приятная ассоциация Объясняю Если ты куда-то летишь Но ты не коми-воезжор Допустим Из коми Куда-то Это всегда ощущение Что там В отпуск Допустим Ты полетел И вот это Состояние полета Это состояние счастья То есть на Аннушке долететь До хорошей страны На Аннушке Если только под трамвай Можно, мне кажется Долететь С ее маслицем Здесь Не, ну почему Можно В кислые воды слетать И И на Аннушке Ну здесь фонетика Понимаешь Сыграла своя фонетика А я ее Ярый фанат Биткоины, биткоины Доживешь до того времени Когда за концерты Когда купишь Свой первый Когда за концерты Будут расплачиваться Не рублями И дай бог Евро и долларами А вот биткоинами Я думаю У меня все впереди Как и будущее Ваше будущее У вас впереди Ну вот Сам чувствуешь Глобальную цифровизацию Активно осваиваешь Социальные сети Почему телеграмм? Для раскрутки Сам являюсь читателем Данного Мессенджера И Не мог Не сделать там На сколько каналов подписан? Я Ну порядка 20 каналов Самое вкусное для себя Вот то, что я выбрал Оставил Ну если что-то новое появляется Я естественно Подписан Интересно, на что подписан ты Ну не, просто давай Сферой Сферой Футбольный клуб Барселона Книжечки Психологические какие-то каналы На битбоинг подписан Литература в основном Ну и какие-то там блоги Такие То есть политики С политикой я просто завязал и с правыми, и с левыми, и с передними, и с задними, со всеми В любом случае, я считаю, что политики Сама политика, она учит определенной ненависти Будь ты справа, будь ты слева Да? Одни будут говорить, что это вот они плохие А другие будут говорить, нет, это они плохие И ты должен думать, что да нет плохих Ну а вот истина, она где-то посередине, видите, вообще Ну то есть политический кредит всегда Сделай себя счастливым и дари это счастье И так каждый человек может к этому подойти Сделай себя счастливым, откажись от политики Я вот сделал себя счастливым Я не знаю, что происходит в мире Когда в какой-то скандинавской стране проводили опрос Опрос был следующего содержания Кто у вас президент? 70% сказали Я не знаю, а мне это зачем Вот, и это правильная позиция Если человек все устраивает в жизни, зачем ему политика Счастлив тот, кто не интересуется политикой А политики не интересуются этим человеком Да, да, и у них взаимное Они как-то сосуществуют и те, и эти Ну вот вспомни, как я тебя представил в самом начале Родное вообще, родное А что для тебя родина? Родина для меня весь мир Понимаешь, это не... Нет, если брать там конкретно Родина для меня роддом на Пушкина Да, я там вот родился Ну ты утрируешь сейчас? Ну нет, нет, ну почему? То есть ты космополит? Да, да, прям чистой воды космополит Если мне будет хорошо в Никарагуа И я там останусь жить Ну почему бы нет? Олег? Да Почему ты такой талантливый? И до сих пор не в Никарагуа Да, но почему не в Москве? Я... Мне не очень нравится Москва Ну не в Питере Ну Москва это какой-то образ опять-таки Почему ты здесь, в Пензе? Ну Пензу я люблю Я, знаешь, еще там год назад я все хайл наш город И говорил Господи, что у нас за убожество И все А потом приехали ко мне друзья из Тольятти Говорят, посмотри, а как у вас тут Вот тут классно А вот тут А я посмотрел, а ведь и правда И по-другому я взглянул на свой город И он мне нравится Нужно нам, чтобы нам рассказали Как у нас хорошо со стороны? Нужно к этому прийти Что ты начнешь смотреть на то, что у нас все здорово И просто с их подачи это произошло И я начал смотреть, что у нас и правда И тут вот можно там с ребенком погулять А здесь можно и там кино неплохо посмотреть Ты сказал, вот мечтаю, чтобы в 2018 году В июле передо мной на разогреве Выступил Гарик Сукачев и бригадес Я очень жалею, что не доехал бригадес В уходящем 2017 году до Пензы Хотя концерт был запланирован Помечтаем О существовом Помечтаем, а может быть и не о существовом А каких музыкантов ты хотел бы увидеть в Пензе? На стадионе На стадионах На стадионах В Пенз-концерте Кого? Ну, группу Мьюз Я бы с удовольствием, наверное, послушал Помечтаем, помечтаем Глубозакадочная машина Ну, из отечественных исполнителей Того же Сукачева Я бы с удовольствием сходил Много-много коллективов, которые интересны Ну, давай Мьюзом ты сам задал вообще Вот тему для нашего дальнейшего разговора Когда я слушал аранжированные вещи Бухарин Блюз Ну, самые крайние, назовем их, да? Я такой хватался за голову и думал Вот по пса-то пошла вообще, да? Ну, Мьюзом тоже задает какие-то тренды, тенденции А почему так востребовано У серьезных, хороших, качественных музыкантов Мы берем вообще всю нашу планету Вот это вот направление Популярной музыки, вот скажу Я могу тебе объяснить Это, грубо говоря, музыкант Выходя там из консерватории Или там в музучилище Ну, откуда или из гаража Абсолютно неважно Первым делом пытается показать всему миру свое мастерство Да? Вот он начинает, берет там, если это гитарист Он начинает вот просто по грифу Там И в любом моменте И с годами просто человек Если продолжает заниматься музыкой Он приходит к тому, что Это Можно сыграть две ноты Но сыграть их так, да? И что просто мурашки по коже побегут И вот это нагромождение звуков Оно не нужно И популярная музыка, она по себе Сама по себе, она очень вкусная И слушабельная Простота хуже воровства, еще говорит народ К этой простоте нужно прийти Через все Вот это там Запилы какие-то там И прочие там Голосения Оно придет Вот это ощущение Счастья Когда ты Якобы Ну, допустим Играешь популярную музыку Да? Но ты прошел через всю эту кухню Олег Тебе искренне интересно Олег Ну, я вырос все-таки Пардоните Вот на нашем русском роке Который там Как кто не называет И говно-рок И рок, который не существует в природе Ну, бочки Ну, ритмсекция А сейчас клавиши Электроник Вот эти вот коробочки Там Всякие примочки Рока не будет в том виде На котором я вырос Нет, его больше не будет Формат Как группа Он отмирает Понимаешь, это умирающий вид Потому что Очень сложно организовывать Особенно в начальных этапах Людей по интересам Слушают сейчас тебя музыканты Группы ТДТ Икают, бедные Икают Сколько сменилось музыкантов В группе ТДТ Вот Вот эти постоянные ротации Они выматывают Людей Постоянные какие-то Ты тратишь время на Изучение материала заново Да, пришел новый человек Еще Формат Того, как группа Вот что там Пять-шесть человек Да Он рано или поздно отойдет Потому что Сейчас все уже играют Давно с подложками Потому что Два человека Им гораздо проще Сорганизоваться Собраться Сделать репетицию И проще И дешевле Ну да И этот аспект тоже Как бы можно включить Руки вверх Вон Сергей Жуков Ездит с флешкой Да Собирает дизель-арену Да Флешка То есть простота Здесь именно Вот оно просто К этому приходит То, что Мало людей Которые верят В мечту Ты их пока Всех соберешь Эх Олдскульные рокеры Набейте Пожалуйста Лицо Вот этому человеку Ну что такое Ну вот смотри Мьюз Который мы вспоминали Да Куда-то около Прямо Танцевальная музыка Танцевальная Танцевальная музыка Марин Файвуд Последний альбом Хип-хоп Какой-то там Сплошной Танцевальная музыка Но у меня Помимо танцевальной музыки Еще поэзия Да услышишь ли ты Какие-то умные мысли Ты потанцевал Пришел домой Послушал В плеер воткнул Ты взял человека Танцами А отпустил С эмоцией Ну все равно Русскому человеку Главное Это уши Это текст Ну вот хоть что бы ни говорили В русском уроке Тексты Это основа Про музыку Более подробно Но Космополит Направление музыкальным Будущее Мы поняли Примерно Битбоинг Это электронщина И твой голос Или что Ну вообще Нет, нет Это живой проект К нашествию Он идет Именно музыкальной Музыкальной группой Как раз в том формате Про который ты говоришь Это живые Там пять человек Может быть шесть Может быть семь Я не знаю Когда мы будем подходить Сколько нас будет Может быть Хор советской армии Будет с нами Если это нужно будет Для продукта Который мы будем Цыганщина Вот как выпендриться Но было у тебя там Назову гармонистом Извини пожалуйста Христо ради Но он гармоничная личность Поэтому можно назвать гармонистом Ну там духовая секция Да Что еще можно Саксофон Клавиши Илюха Дай бог тебе здоровья И все остальное А как будешь выпендриваться тут Да я не буду выпендриваться Вот как раз Отсутствие выпендрежа Просто И вкусно Знаешь как Бумажный Вот взять Какую-нибудь пироженку Обернуть ее Серенькой Невзрачной бумагой Но с маленьким Вкусным логотипчиком И ленточкой Вот так Ты открываешь Вроде такое Все оно так Что-то непонятное Откусил Вот как начал рассказывать По одному По домашнему По советскому Не побоюсь этого слова Закончил логотипчиком И весь вот вкус пропал Да Но логотипчик обязательно Надо поставить Ну конечно В этом есть Ну понимаешь Но это не логотипчик Сетевой Да Это твой личный Это твой Маленький магазинчик музыки Да Именно вот Handmade Да Вот все ручками Сделанное Все сделанное Пальчиками Пишетесь на студии Да Чем принципиально Будет звук Студийный От Концертного Отличаться Мы планируем Делать Две Разные Аранжировки Для концертов Одну Для записи Другую Так работают Многие Ребята На концертах Которых я был Даже Земфира Допустим Ты ее слушаешь На альбоме Она звучит В одном формате На концерте Она звучит Совершенно по-другому О Ну про Земфир Ну это вот Логично вообще А самому Не хотелось бы Поработать Ну не С иностранными Это понятно Но мы не будем Губы раскатывать Ладно А с иногородними Музыкантами Ну вот Наверное Предполагаю я Что и чувство вкуса Ну может быть Ритм жизни Иной Может быть там Экология другая Может быть они что-то Другого тебе посоветуют В плане музыки Нет Я не против Никакого опыта Да Можно попробовать Поработать с иногородними Ребятами Сейчас многие группы Они работают Вообще удаленно Грубо говоря Басист живет там В Воронеже Вокалист в Питере И вот они по скайпу Репетируют Потом собираются Перед концертом За неделю И играют Это сейчас уже Век высоких технологий Все в порядке вещей Репетиции по скайпу Да Я все-таки Вот к лампому веку Вернусь Ты один С гитарой Акустика Посмотрим Чего ты стоишь Пустынным проспектом Оттаявший светит светофор Направленный вектор Затвор Открой глаза по счету Ты в этом мире должен быть Всегда стоял на чем-то Но не поднять Не опустить Порядок чисел В небе сбит И только ветер В голове Я отражаюсь От орбит В окне Последним червонцем Себя не продать И не купить Бесплатное солнце Любить Открой глаза по счету Ты в этом мире должен быть Всегда стоял на чем-то Но не поднять Не опустить Порядок чисел В небе сбит И только ветер В голове Я отражаюсь От орбит В окне Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту Кепка не случайно появилась у меня, а в руках пел ли хоть раз на улице, на московской? Пел, лет... 2001, наверное, год, вот так, 2000-ый. Да, промышлял. Подавали, благодарили? Да, да, я зарабатывал себе на кассеты, тогда еще продавали записи в Дома быта, там был отделчик с переписанными кассетами. Знаменитый Дом быта, ну как же, не знать-то этого. Смотри, у моего сына до сих пор очень яркие впечатления, как мы однажды семьями на дне рождения нашего общего товарища играли в такую игру под названием... Шляпа. Ну, логично, что у нас должен быть сейчас колпак Деда Мороза... Ну, мы все-таки брутальный музыкант, да? Да, да, да. У нас будет игра под названием «Кепка». Здесь много бумажек. Ты разворачиваешь одну из них и начинаешь мне объяснять, ну как к тебе видится это понятие, да? Угу. Я должен догадаться. Ну, спустя пять-шесть этих понятий мы усложняем игру. Угу. Кепка. Ты будешь объяснять одним словом, что ты. Спустя пять-семь понятий мы еще усложним игру. Запантомимим. Запантомимим. Оп. Я как вот... Все на время? Под елочку. Да ну... Опа. Время – деньги, но в нашем случае важен результат. Угу. Хотелось бы, чтобы у нас игра получилась интересной. Дети, а вы считаете? Пять-шесть. Вот так. Пять. Бумажечек. Давай пять. Шесть. Шесть. Поехали. Это такое понятие, одобрение, что это пойдет, да? Это вот, ты посмотри, good – это здорово, скажем так. Комплимент. Ну, нет, не комплимент. А, кстати, когда тебе последний раз комплимент говорили? Последний раз? Да мне их постоянно кто-то говорит в моей голове. Продолжаем, да? Да, да, да. Если разбирать это слово по частям, то последняя часть… Филолог проснулся у Олега Михайловича. Это клавиатура музыкальная. Допустим, до – это? Рэ, миф. Что есть? До. Здесь что есть? До. Здесь что есть? Рэ. Это вторая часть слова. А первая часть слова – это как бог по-английски. Годнота. Yes. Пользуешься вот этой новой лексикой сам? Да, конечно. Ну, я же пользуюсь гаджетами, потому что они упрощают как-то время. Сокращают на познании нового. Любимое новое словечко? Лайфхак. Ну, сколько же этому словечку лет? Ну, ты ко мне-то сколько. Техника молодежи журнал. Ну, юный техник. Виктор Цой. Его группа называлась так. Кино. В кино не хочешь сняться? Хочу для начала саундтреком выступить. Не сам лично, а именно… А жанр какой? Жанр кино… Ну, это драма. Ну, драма какая-то, знаешь, соцреализм назовем так. Ну, какая? Из жизни. Чернушная. Любовная. Рождественское кино. Да, но с закрученным сюжетом. А что из фильма в последнее время тебе произвело впечатление? Ну, прям вот торкнуло. Годнота! Вот, да. Годнота что? Да. Не любовь. Произвела на меня впечатление. Вот не собирайся взвягиваться и спорить. Аритмии неплохо. Вот, недавно прям ходил. Не показалось набором анекдотов и жизни медиков? И вот так вот случайным образом вклинена и туда история любви. Ну, я скажу, аритмия, конечно, она немного не дотягивает там в определенных аспектах. Мне понравилась игра актеров. Понятно, что там это абсолютно бессюжетный формат, да? Понятно, что где-то даже может быть немного утрировано. Но вкусно снято. А саундтрек-то валит? Вот, вот, а саундтрек-то какой. Так вот, саундтреком, да. Уши не завяли? Да ты что, я оттуда вышел и пел. Давай, дальше. Еще два дня. Это то, что есть у человека самого главного. То, к чему он идет. Годнота. По-другому, да. Вот в детстве она у меня была, допустим, в детстве она у меня была сыграть на нашествии. Да? Что это? Мечта. Правильно. Мечты избываются. Мечта на данный момент детства вот только осталась. Ну, я еще хочу купить себе коробку киндер-сурпризов. Вот прям целую. Вот. Ни один, ни два. Прям вот коробку. Себе или ребенку? Нет, себе. Я прям хочу. Я помню, что я в детстве очень мечтал. Ну, слушай, вот есть какие-то сиюминутные мечты. Вот. Не будешь, наверное, спорить со мной, что мечта тем и хороша, что вот когда она не осуществилась. Нет, нет. Скажу, что я побывал на Камп Ноу на матче в Барселоне. Да, да, да. Я так к этому веду. Да, да. Это была мечта на протяжении там 8-10 лет. Я побывал. Я в восторге. Но у меня много других мечт. Я хочу побывать теперь на финале Лиги чемпионов, где будет играть Барселона. Допустим. Если футбольная тема. Ну, а ты болельщик, вот прям болельщик-болельщик или болельщик, изредка бьющий по мячу? Я долгое время играл, даже выступал за факультет, я помню. Я думал, за Барселону. Нет, за факультет. Едем дальше. Дальше. Рома Белых, солист этой группы. Ой, ты у меня прямо как будто вот пытаешься вот разбирать себя в современной популярной российской музыке. Конечно же, это группа зверя. Ну, вот стоп. Да. А как ты относишься к группе зверей? Я не слушал их, честно скажу. Я не знаю. Не изучал. Нет, я слушал в маршрутках, но не разбирал. Мне интересно? Мне было бы неинтересно. Есть ли дома звери? Нет. Отшутиться. Кончились. Кошка недавно умерла. Дальше. Ну, это как раз вот к разговору о новых словах. Это слава. Это собирание лайков. Это привлечение к своей персоне как бы внимания. А. Я, например, считаю, что слово хайп, его слишком много стало. Ну, прям дарвота, буквально. Что в поры уходит запрещать. А почему мы такие вот русские? Вот почему мы вот пока что-то нам не приестся, мы вот все жрелые или в атмосферу все это выбрасываем. Почему хайпа так много? Слово хайп. Я понял, я понял. Здесь российская рэп-культура нам приносит свое мироощущение. И поскольку сейчас это на определенной волне, да, то... В тренде. Да, да, то люди это кушают с удовольствием. От бит-боинга ждать рэпа? Если это нужно будет в какой-то песне, да, допустим, я пойму, что... А вот здесь нужно прочитать, да? Почему бы нет? Ну, ты же следишь за тенденциями. Нет, я не пытаюсь продать то, что продается. Я не наступаю себе на горло в этом аспекте. Все, что я делаю, нравится прежде всего мне. Свободный художник. Давай следующий. О чем мы сейчас говорили, что приносит хайп в этот мир, та культура? Рэп. Усложняем. Теперь одним словом ты должен объяснить мне следующее понятие, которое тебе достанется, да. Угу. Я буду помогать тебе какими-то вопросами наводящими, наверное. Няшка. Ну, я-то писал эти слова, я знаю, что это милота. А вот для тебя, няшка, милота вообще в жизни что это? Ну, это что-то, это какао, да, какао с зефиром таким подпаленным. И так вот вечером плед накрылся. Маршмеллоу. Зефир. Накрылся пледом, включил один дома, допустим. И так смотришь, пьешь какао, у тебя все хорошо. Но ты врешь сейчас мне в глаза? Да нет, почему? Я сейчас вот там посидел, на самом деле, в этот момент, пока тебе рассказывал. И вернулся обратно в студию. А ролики с котиками какими-нибудь безумными? Нет, нет, это мне не интересно. Дальше. Сам Шнур не гнушается, ведет там программу, главный котик страны, а он котиками брезгует. Я ими давлюсь. Месси? Месси или Месси? Месси. Про футбол? Мяч? Спорт? А, ну про спорт, да. С тобой про спорт. Какао, пледик и репетиционная база. Какао, пледик, репетиционная база. Или спорт? Что тебе должно заставить, чтобы ты занялся спортом? Я играл, говорит, в футбол. На первом курсе вообще. Нет, я с удовольствием поиграю в футбол. В любые выходные я свободен звонить. Я ездил все это лето на велосипеде в любую точку этого города. Каждое утро я ездил в Кривозерие, мне нужно было ездить каждое утро в Кривозерие. И каждый вечер возвращаться из Кривозерии. Мне нужно было каждый вечер возвращаться из Кривозерии, потому что ночевать там опасно. Кручу-кручу-кручу пидар. Да, и по всему городу я ездил исключительно на велосипеде, так что я отчасти на спорте. Лечу-лечу-лечу куда захочу. Отчасти я в спорте. Хороший велосипед? Неплохой. Много скоростей. Давай следующий. Семечки. Я хоть и писал эти вопросы. Слова. Поп-культу... Давай два слова. Вредные семечки. Привычка. А, ну да. А вредные привычки ваши, Олег Михалыч? Мои вредные привычки в эфире нельзя говорить. Ну, курю. А бросать? Ну, то есть не настал тот день, когда ты понял, что это тебе мешает. Я вот понимаю, что мне мешает это. Не мешает? Нет. Сейчас нет. А полезные привычки? Полезные привычки? Да, кстати, понимаешь, все время говорят, если привычка, то вредная. Как филонку, зацени. Только вредная. Полезной привычки вроде бы и не может быть. Тут вопрос, полезная для кого? Для меня самого? Ну, видимо, если вредная для меня, то и полезная для меня, да? Полезная привычка есть. Спать. Потому что это позволяет моему организму жить. А общественно полезные привычки есть у Олега? Общественно полезные привычки? Ну, могу на митингах стихи читать. На митингах Гринписа, допустим. Или ЮНЕСКО. Следующее. Одним словом, да? Одним словом. Путин. Президент. Бог. Выборы. Выборы. Кандидат. Ой, извините, про Путин, да такое слово кандидат. Два слова. Путин. Исполнительная власть. Власть. Замес. Драчка. Бои. Драка. Когда после я раздрался? Я. Этим летом. Я послушаю. Давайте. Вы на приеме психоаналитика. Хорошо. Павел Владимирович Фрейд. Это был раскаленный июль. Цветало. Ничего не предвещало беды. Я прогуливался по улице Московской в районе памятника вождю мирового пролетариата. Навстречу, я их приметил, издали шли шесть незнакомых мне персонажей. Не хочу больше, я все понял, все это банально, все это грустно. Усложняем. Пантомима. Пишет писатель. Перекладывает поэт Шекспир. Стихи продолжаешь писать? Да. Продолжаю, но не в таком объеме, как раньше. Издаваться? Издаваться не буду никогда издаваться. Возможно. Когда будет побольше материала, когда будет все готово, я обязательно приду еще раз. Любимый поэт? На данный промежуток времени? На данный промежуток времени? Илья Кормильцев. Я изучаю просто. Я как бы немного к старому вернулся и решил посмотреть на это по-новому, как на поэзию. Очень полезно, кстати. Подарок. А ты больше любишь подарки дарить или получать? Ну, честно только. Получать? Такая же вот ерунда. А понимаешь тех людей, которые любят подарки дарить? Ну, тоже понимаю. Как бы ты получаешь эмоцию от человека, его маленькое счастье. Но тут, смотря что дарить, ты можешь получить и несчастье. Самый запоминающийся подарок вообще во всей твоей жизни? Полное издание Волково. Именно вот такое, которое я брал в библиотеках. С рисунками. Полное. Моя жена собирала это все в сети. Одна книжка пришла из Казахстана, вторая оттуда. И все это вот было мне подарено. Они все вот именно с историей такие, знаешь. Как бы нам вспомнить еще этого художника? Который шикарный вообще. Это уже во взрослой жизни. Это буквально год назад. Ну, если из подарков таких именно материальных. Да круто. Круто вообще. Какой айфон очередной сравнится с таким шикарным подарком? Да. Слово. Ты, он, она, вместе, дружная семья. Как в роли семьянина живется? Потрясающе. Мы все... Но ты сейчас говоришь вот из-за того, что тебя жена слышит? Нет, нет. Я говорю, что трое друзей живут в одной квартире. А минусы есть? Минусы? Нет, мы живьем в основном все. Как бы исполняем. Под минус мы не работаем. Ну, давай еще одно словечко. Ёлка. Шампанское. Куранты. Загадать. Желание. Ёлка. Часы. Куранты. Время. Время. Обратно. Вспять. Послушай, какая у меня короткая память. Я же писал эти слова, да? Получается. Открыть. Выпустить. Летите, голуби, лети. Шампанское. Часы. Я позволяю вам сказать слово. Декабрь. Господи. Вот пантомим, так пантомим. Ну, спасибо за эксперимент. Попытались. Вот, хочется теперь... Видимо, песен. Видимо, песен. На пустоте основам голос твой и все предназначения. Мы на винте он тянет за собой до самоизмельчения. Накрой с собой, останься насовсем со мной. Здесь и безупречный. Забравь меня, я все верну с лихвой. Заполню твои прочерки. День ото дня мы платим за простой. Порой меняю отчество. Накрой с собой, останься насовсем со мной. Здесь и безупречный. На календарь поставлен новый день. И что бы ни случилось, Нас не ударит толком в пустоте. И мы не изменились. Накрой с собой, останься насовсем со мной. Накрой с собой, останься насовсем со мной. Здесь и безупречный май. И вот мне теперь нужно какую-нибудь теплую лирическую мелодию выдать. Вот смотри, о внутреннем ребенке поговорили, да? Я приятно был удивлен, что этот ребенок продолжает в тебе жить. И то, что тебя радуют такие подарки, как полное собрание сочинений Александра Волкова. Ну, того самого Волкова, как он вырос в детстве. Ребенок – это тот же маленький творец, да? Да. И ребенок, он продолжает верить в чудеса. Я думаю, что все твои мечты должны обязательно сбыться. Продолжай верить в чудеса. Пусть бит-боинг в 2018 году, ну, шух, прям вот сядет в нужному аэропорту под названием «Нашествие», как минимум. А мы, слушатели, получим на руки «Вещественное доказательство», новый альбом. И, конечно же, массу-массу концертов. Не только по городам и весям, но и здесь, в Пензенской области. Конечно, спасибо. Это вот такие мои пожелания к тебе, да? А ты можешь обратиться своими пожеланиями к зрителям программы «Концертник». А чего ты пожелаешь тем, кто любит хорошую музыку? Я хочу пожелать людям, не только тем, которые любят хорошую музыку. Даже плохую музыку. Да, которые любят плохую музыку. Хочу им пожелать верить в себя, верить в свои мечты. И человек может добиться всего. Нет ничего невозможного. Если ты веришь в себя, ты обязательно к этому придешь. Просто иди вперед, отпусти все цепи, которые тебя держат. Ты способен на все. Ты человек, любящий плохую музыку, ты человек, любящий хорошую музыку. Иди за мечтой. Да кто он тот судья, который делит музыку на хорошую и плохую? В конце-то концов. Ах! Не судите, да не судим и будете. Все правильно. Вот на этой пафосной ноте я поздравляю тебя с наступающим 2018 годом. Желаю тебе, твоей семье в глобальном смысле этого слова. Надеюсь, что Битбоинг станет для тебя частью семьи. Удачи и успеха. Спасибо. Песню. Спасибо. Спасибо. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok